Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы утверждаете, что Кадыров старший предатель и перешел на сторону России, то зачем Путину было его убивать? По вашим словам, это же Путин его убрал. Смотри на моем основном канале. Томсо, не связывайся с кадыровцами, ты слишком много говоришь на них. Все, хорошо, больше не буду с ними связываться. Томсо, решением любого российского суда или Роскомнадзора это блокирует любое видео на территории РФ. Почему твой канал до сих пор не заблокировали? Томсо, а что ты удивляешься, что тебя внесли в список экстремистов? Ты публично басаивая прочих террористов называешь героями. Как тебя вообще в европейские страны пустили после этого? Ну, на самом деле, я не удивился, когда меня внесли в список экстремистов и туда внесли Навального, Любовь Соболь. Ну, в общем, и других ребят из команды Навального. Поэтому удивляться не приходится. А вот второе, сказанное тобой, что ты публично басаивая прочих террористов называешь героями, так это и не является оправданием терроризма. Допустим, если бы мой родной брат, отец, сын был бы, скажем, террористом, я мог бы дальше говорить, что я его очень сильно люблю, что он для меня достойный человек. Так это не было бы оправданием терроризма. Надо разделять между личностью, которую кто-то может считать террористом, кто-то может считать героем, кто-то может любить эту личность, кто-то может ненавидеть. Каждый человек волен, считая так, как он хочет. Здесь ты не можешь никому ничего навязать. Это все-таки не Гитлер, понимаете, где весь мир как бы уже все определился, что даже дать имя Адольф – это уже какое-то оправдание нацизма и отрицание холокоса. То есть это другая ситуация. Поэтому любовь к Басаеву, оправдание Басаева, название Басаева героям не может быть никак квалифицировано как оправдание терроризма или публичные призывы к терроризму. Это немножко другие вещи. Я публично, наоборот, осуждаю любые террористические акты, которые были совершены Басаевым или кем-либо другим. Однако к человеку при всем при этом я могу иметь абсолютно другое мнение. Я могу его любить как своего родного человека. Никто не может, допустим, мать обвинять в том, что она любит своего сына-преступника. Каким бы он сильным преступником ни был, мать будет любить своего сына, свое дитя. Точно так же я люблю Шамиля Басаева, часть моего народа и выдающегося полководца и человека, отдавшего жизнь за мою, в том числе, свободу, за свободу моего народа и мою личную свободу. Поэтому, конечно, я люблю и уважаю этого человека. Как бы сильно ненавистно не было это нашим врагам, мы будем это говорить публично. Видел кадры и новости из Украины, как россияне бомбили детские сады на территории Украины в том, что задай вопрос россиянам, так как они любят задавать нам вопрос про Беслан, про Басаева. А я не видел эти кадры, не знаю про какие ты говоришь, но я знаю немало случаев, когда на территории Чечении бомбили родильные дома, бомбили центральный рынок, убили огромное количество людей. Причем бомбили не в смысле, что они там какими-то только артиллериями, там крылатые ракеты, там жуть, что только на нас не применяли. Еще вспомните, в начале войны в Чечне Россия говорила, что боевики собираются взорвать хлор, а теперь то же самое в Украине. Да что только о нас не говорили. Я даже помню эти листовки, где скидывали информацию, что якобы Дудаев, Басаев, Нендарбиев, Масхадов, у них многомиллионные щита. Это российские военные, там, с вертолетов раскидывали, что у них заграничные щита, там, о чеченце подумайте, ради кого вы, типа, умираете, там, что-то такое. А как ты относишься к тому, что Шамиль Басаев взял на себя ответственность за бессланский теракт, что ты можешь сказать целым по этому поводу? Меня это очень огорчает. Я считаю, что это величайшее преступление, то, что произошло в Беслане. Однако, самого Басаева при этом, я нахожу ему оправдание, и это человек, которого я, я его люблю, как часть своего народа, как человека, отдавшего жизнь в борьбе против нашего врага. Тумса в окружении Кадырова все это и по представленному власти. Да, да. Конечно, никто такое исследование не проводил, но там нет такого, что какие-то тейпы принимаются, какие-то не принимаются. Такого нет. Мы уже как народ немножко вот эту стадию родоплеменного формата, мы его уже перешагнули. Мы уже и по количеству людей находимся на другом уровне. Да, и в целом события, которые у нас произошли, плюс та государственность, которую мы обрели, это все повышает нас вот в этой эволюции, так скажем. Любой народ, он проходит вот эти вот этапы, и родоплеменное устройство, родоплеменное строй, это один из этапов формирования нации, народа. И мы этот этап благополучно, как бы, моего, ну, благополучно, конечно, не совсем, наверное, правильное выражение, но мы его перешагнули. И почему я поправился в плане благополучия? Благополучно это было бы, если без правопролития нам удалось это сделать, но, к сожалению, провелось много крови. В итоге мы, в общем, пришли сегодня уже к новому этапу. Пролив, конечно, много крови, и сегодня мы находимся в оккупации, но мы уже не в родоплеменной вот этой системе. Потому что сегодня представители одних и тех же родов, племен, тейпов, они сегодня уже противостоят друг другу по политическим, по религиозным, по идейным соображениям. То есть у нас теперь уже во главе, народообразующим фактором является уже идея, не племенной строй, не то, что вот мы вот такие вот тейпы и там, и мы поэтому являемся на уме. Нет, у нас уже есть как бы идея, она стоит выше, выше, чем любая народоплеменная тема. Томсо, знаешь, что-то про гражданскую войну в Таджикистане, которая была 90-90-го по 97-й годы, где Россия и Узбекистан убивали таджикских муджаидов, которые хотели настоящей независимости и исламскую страну. Ну, в общих чертах, брат, я не сильно, конечно, в курсе того, что происходило в Таджикистане. В общих чертах, какую-то общую информацию я знаю, но в деталях нет. Имена там, какие-то даты нет, конечно, не назову. Я же попросил эти вопросы все-таки на какой-нибудь религиозной площадке задавать, чтобы это не звучало от меня как фетва в достаточно сложных темах. Это не такие простые темы. Но так, на всякий случай, я скажу, что есть достоверный хадис, который сообщает нам о том, что мусульмане вместе с римлянами, по-моему, сразятся с персами. Так что, друзья, политика, геополитика, интересы государства и так далее, они предполагают союзнические отношения различных стран. Как вы думаете, без этого можно существовать, сосуществовать в этом мире? Как вы объясняете то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, прибыв в Медину, заключает союз с иудейским племенем? Союз, который гласит, что в отражении врага они вместе должны принимать участие? Мне кажется, некоторые вещи, они настолько очевидны и простые, что даже не нужно задавать такие вопросы. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы утверждаете, что Кадыров старший предатель и перешел на сторону России, то зачем Путину было его убивать? По вашим словам, это же Путин его убрал. Смотри, на моем основном канале есть ролик, называется «Сакральная жертва. За что принесли в жертву Ахмата Кадырова». Посмотри этот ролик, и ты узнаешь ответ на свой вопрос. Каково мое мнение по этому поводу? В этом ролике есть ответ. Томсо, не связывайся с Кадыровцами, ты слишком много говоришь на них. Все, хорошо, больше не буду с ними связываться. Томсо, решением любого российского суда или Роскомнадзора YouTube блокируют любое видео на территории РФ. Почему твой канал до сих пор не заблокировали? В твоем вопросе есть противоречия. Ты сам говоришь, что любое видео блокируется по решению суда, и немало моих роликов заблокировано на территории России по решению суда. И тут же ты говоришь, почему твой канал не заблокирован. Потому что блокировка канала и блокировка отдельных видео – это совершенно разные вещи. Канал просто так по решению суда на территории России не блокируется. А ролики, да, блокируются. Субтитры создавал DimaTorzok